такого еще не было чтобы конце августа я снимал магазины с рамками обычно это все делалось июле месяце а так как 2017 год очень интересный запозданием идет практически на месяц будем смотреть что тут ух ты вот запечатали так это мы ставим на прилетную доску еще пчелки домой к себе заходили ну и начинаем снимать смотреть что здесь опа запечатана с двух сторон как положено вот весной весной с этой семьи было четырехрамочный пчела пакет сделан был продан вот оставшую еще часть подсажена молодая матка это было где-то так после 20 мая вот один магазинчик я уже снял с этой семьи осталось два посмотрим сколько это запись верхней запечатанный полностью снимаю только вот такие вот магазины когда полностью все запечатано вот это уже надежный зрелый мед причем желательно всегда когда снимаем рамки допустим пчела запечатает запечатать и он должен еще все но немножко находиться в улью в таком вот в таком состоянии как бы дозревая там хранится лучше вкуснее ну не запечатанный он возьмет зимой тем более если еще покупатель кто не знает и поддержит его в сыром месте он может изобродить разделиться там допустим на две фракции там глюкоза фруктоза вот а этому ничего не будет в народе говорят там засахаривается засахаривается нет правильно будет назвать бы садится мед один год раньше садится второй год более длительное время находится в жидком состоянии что интересно стояла баночка меда она не села в течение всей зимы продержали мы еще по моему лета держали ее было просто интересную что дальше будет сам ну дальше короче мы его съели прекрасно с чего они собрали не знаю ну это конечно вот это засахариваем так сказать она еще и зависит от самые с чего они собрались каких цветов собирали где же непредсказуемый разнотравья посевных площадей нету так вот уже один магазинчик мы сняли я последнее время работы в перчатках надоело быть дилетантом это когда снимаешь мед особенно нет не до пчелу придавишь но естественно как придавил так она сдачи даст еще то мне вот это уже не охота виду пчела спокойная породы карника карника и уже давно держу держу и очень доволен им и даже вот народ который покупает мне пчелопакеты а я принципе этим занимаюсь тоже только говорит слова благодарности но она не только спокойная она и медоносная и медоносная он видит снимаем же получается мы третий магазинчик третий магазин но это считаю что вот этот 2017 год год такой нехти и того мы сняли здесь три магазинчика одна рамочка весит два килограмма где-то вот магазин 20 килограмм примерно 60 килограмм это семейка дала нам меда я ею очень доволен вот этот решетка я пользуюсь называется разделительная решетка матка из гнезда магазины где самые пчелы складывают мед они туда не попадают матка не попадает и поэтому сушь там всегда чистенькая нет вот этих коконов которые обычно оставляет пчела когда выходит расплод молодая пчела когда развивается и мед том числе он более такой ароматный если не использовать разделительную решетку то получается мед он как-то более однородный запах кокона вот этих постоянно один и тот же а тут как только пчела собирает с другой с другого цветочка берут вот эти запахи цветов возьми пожалуйста они прямо чувствуется в меде теперь мы все ставим на свои места на свои места крышечка мы накрываем холстиков здесь никаких нету подушек нету пчела дышала потому что сейчас пчелы много пчелы она иначе может запариться так вентиляция проходит вот ли точек и вентиляция воздуха проходит вот через отверстие вот она одеваем крышу а в крыше есть тоже отверстие вентиляции им легче самый дышать ну зиму здесь конечно все формируется совсем уже по-другому а